Талгат Калиев сейчас с нами на связи, кандидат в политических науках, политолог, директор Института приглотных этнополитических исследований. Здравствуйте, рада вас приветствовать в эфире телеканала Freedom. Здравствуйте. Вы слышали мы вот такое заявление перед началом нашего разговора об определенной опасности для Северного Кавказа. Я, например, я уверен, вы также, Северного Казахстана, да, спасибо, слышите не впервые, я уверен. Еще, по-моему, в 2016 году об этом писали, что есть определенная опасность. Тогда еще на территории Украины была антитеррористическая операция, и шла речь об участии якобы представителей Казахстана на одной стороне, либо другой же стороне той войны, которую развязала Российская Федерация. Ныне же, ссылаясь, по крайней мере, на официальную позицию Москвы, заявление того же господина Лаврова, министра иностранных дел Российской Федерации, не складывается впечатление, что Россия готова проводить определенные агрессивные действия в отношении Казахстана. Ваше мнение? Ну, с одной стороны, Казахстан на сегодня является одним из немногих последовательных союзников Российской Федерации, который выполняет свои обязательства в полной мере, и при этом придерживается нейтральной позиции в отношении происходящего сейчас военного конфликта между Россией и Украиной. Но в то же время Казахстан выступает за соблюдение норм международного права. И поэтому сейчас, я думаю, что за эти полтора года в значительной степени, если и были когда-то какие-либо сепаратистские настроения, они сейчас в значительной степени снизились. И в прежние времена, да, были желающие иметь два гражданства, получать российские паспорта, но это было связано в основном с такими крайне мелкими интересами, вроде получения повышенной пенсии или же материнского капитала и так далее. Но сейчас в связи с тем, что те самые 500 тысяч релакантов, которые прибыли в свое время в Казахстан, сбежав от мобилизации потенциальной, они очень сильно повлияли на настроение наших казахстанцев, которые имели симпатии в отношении России, в том числе у нас возник даже среди казахстанских славян возник флешмоб на тему разместного роста, это типа местный русский, для того, чтобы не идентифицироваться с так называемыми понаехавшими. И поэтому сегодня, я думаю, если когда-то и были сепаратистские настроения, то сегодня они сведены до минимума. В значительной степени выросла гражданская самоидентификация, если кто-то допускает подобного рода заявления, то это крайне маргинальные слои представителей неких социальных аутсайдеров, не самые влиятельные, не самая популярная позиция в Казахстане. Тогда уточнение, дефис вопрос. Петропавловская история, ну известная, я думаю, да, и нашим зрителям я процитирую, что происходило в том числе в городе, как в Петропавловске, так и в других городах Северного Казахстана. Есть проблема такая, как называется российское телевидение, российский сегмент социальных сетей. Иногда средства массовой информации говорят о том, что даже есть граждане Казахстана, имеющие на руках два паспорта. Паспорт Казахстана и паспорт Российской Федерации. Из украинского опыта мы можем сказать, что это несет определенные проблемы в будущем, может принести определенные проблемы в будущем для такого государства, как Казахстан, имеющего связи и с западным миром, так называемым, и с Китайской Народной Республикой, и многими другими. Вы не видите тут конкретно проблемы? У нас нет статистики в отношении обладателей двух паспортов, поскольку двойное гражданство Казахстана не признается, в том числе и с Россией. И при выявлении подобного люди подвергаются административному наказанию, но подобные случаи выявляются, и в отношении них власти поступают бескомпромиссно. Одновременно и административное взыскание накладывается, и одновременно людям предлагают все-таки определиться. Но преимущественно те, кто действительно переезжает в Россию по этим программам репатриации, они, как правило, отказываются от казахстанского гражданства и уезжают. Но сейчас очень много тех, кто прибыл из России, релакантов, начинают учить казахский язык и высказывают пожелание остаться в будущем здесь. Я просто в продолжение темы хочу конкретный пример привести из высказываний. Давайте просто процитирую. Политики и пропагандисты Российской Федерации обвиняют Казахстан в ущемлении прав русских и русскоязычных граждан Казахстана. Об этом говорится в материале Deutsche Welle. Так накануне вспыхнул скандал из-за высказывания российского телеведущего Тиграна Киосаяна, который назвал казахов неблагодарными и намекнул на военную расправу. Местные встречают такие высказывания с недоумением. Давайте услышим. Я с какой-либо дискриминацией не сталкивался. Но должен сказать, вся эта муть, которая пугает народ, идет из соцсетей. Это стало наблюдаться уже в прошлом году. Какой-то нехороший человек сделал из этого шоу, которое стало популярным. Это называется политтехнологиями. Им подыгрывают казахские националисты и раскручивает Россия. Александр Суворов, протеерей Вознесенского кафедрального собора в Алматы. В комментарии Deutsche Welle. Вот это вот известное желание защиты русскоязычного населения. С чем столкнулись и грузины, с чем столкнулись и мы. Да, в общем-то, с кем может столкнуться любое государство, которое так или иначе имеет группу такую вот под названием русскоязычное население. Мы знаем, что после этого бывает. Насколько возможна такая технология применения тогда, когда это будет нужно и важно России. Либо с этим это все под контролем. И, в общем-то, это больше информационная война, чем конкретное, вот то, что Киасаян намекнул на военную расправу. Конкретное, скажем так, предупреждение. Ну, у нас Тиграна Киасаяна знают только как мужа Симоньян, поэтому для нас он абсолютно не является субъектом, и мнение его не субъектно. Я не думаю, что он достаточно влиятельен в России, чтобы определять нести политическую повестку. И все его попытки защитить русский мир, они смотрятся довольно комично. Дело не в Киасаяне, это такой, знаете, комплексный персонаж. Я к тому говорю, что как только заходит разговор о защите русскоязычных, то оно рано или поздно приходит к защите русскоязычных, в кавычках имеется в виду. Ну, у нас в феврале прошлого года тоже в соцсетях прошел очень активный флешмоб именно от русскоязычных с призывом «не нужно нас защищать». Я думаю, что эта позиция, особенно сейчас, глядя на все происходящее на востоке Украины, я думаю, что эта позиция у нас только закрепилась. Но у нас некого и не от чего защищать, и это наши внутренние дела. Мы как-нибудь сами разберемся с защитой наших собственных граждан от какой-либо то нибудь дискриминации. Она запрещена Конституцией, у нас нет таких фактов. Я, скажу, позволение вернусь к Петропавловску, еще раз напомню. Это случилось в конце марта 2023 года. Появилась декларация от якобы жителей Петропавловска о независимости. О независимости населенного пункта и создания Народного совета трудящихся. Такая декларация была даже специально выпущена, если мне не изменяет память, от 5 до 10 угрожала этим людям, скажем так. По вашему мнению, в случае, если вопрос сепаратизма будет стоять довольно остро, в случае, если опять та ситуация, о которой вы говорили и вспоминали уже, то, что было на Донбассе и в Крыму в 2014 году, такая же ситуация будет и в Украине. То есть определенные силы с российскими флагами будут проводить референдумы. Как будет реагировать государство? Как будет реагировать Петропавловский Маркемелевич? В отношении вот этих, так называемых, петропавловских сепаратистов сейчас проводится расследование. И несмотря на то, что они сейчас пытаются заявить о том, что мы оказались городскими сумасшедшими, и все это было нечто такое виртуальное, как бы независимо от какой-то корпорации. Типа мы не имели в виду государство, но расследование идет, и я думаю, что меры в отношении будут приняты самые жесткие. И надеюсь, что это станет уроком для всех остальных. Но если подобного рода факты повторятся, то я думаю, что наши правоохранительные органы будут реагировать так же жестко и так же оперативно, как и в этот раз. У нас никаких посягаций на территориальную целостность, на унитарность нашего государства, на конституционные устои у нас терпеть не намерены. Спасибо вам за ваше время, за ваши комментарии нашему телеканалу. Напомню, что мы говорили с Толгатом Калиевым, кандидатом политических наук, политологом и директором института прикладных этнополитических исследований. Ну, а то...